СЕВЕРНАЯ ЧЕРНЬ После накладки черни изделия проходят первую полировку, а затем процесс, который называется гальваника-обезжировка. Изделия с предыдущего процесса, именно с первой полировки, поступают на этот процесс. Они поступают после мастики, немножко грязные, жирные. Их нужно обезжирить, очистить от мастики. То есть их погружают в чаны, где раствор воды дистиллированной и каустической соды. В процессе кипячения мастика отходит, изделия становятся чистыми. Те изделия, которые не подлежат позолоте, они промываются проточной водой, сушатся и передаются на следующий процесс опиловки. Для декорирования некоторых изделий, кроме чернения, на заводе наносится позолото. Опытный мастер покрывает, то есть изолирует лаком те места, куда не должно лечь золото. Изделия сушат и на специальных подвесах отпускают в гальваническую ванну, где изделие покрывается тонким слоем сплава золота 990-й пробы. Этот процесс не только украшает будущий шедевр позолотой, но также повышает устойчивость к механическим повреждениям и продлевает блеск благородных металлов. Эту работу уже много лет на заводе выполняет гальваник Андрей Смольников. После армии пришел сюда на завод. Сначала монтировщиком, затем изолировщиком, потом гальваником. И работаю уже 38 лет. Работа нравится. Каждый день что-то новенькое, интересненькое. И вот заключительный этап. Участок завершающей обработки, состоящий из двух процессов. Это опиловка черни и финишная полировка. На первом мастера убирают лишний материал, шлифуя рисунок изделия с помощью арголитового сланца и шлиф-порошка. Для того, чтобы рисунок стал ярким и контрастным. Движения мастера при обработке не должны быть хаотичными, только по кругу в определенном направлении, иначе изделие будет испорчено царапинами. Дарья Попова пришла с подругой на завод в 2014 году. Работала на опиловке черни. Сейчас девушка – полировщик художественных изделий на финишной обработке. Здесь уже работаю на протяжении 8 лет. Нравится разнообразие продукции. Работу делаем от мелочи, от сережек, от колец до крупных изделий, например, таких, как самовар. Делаем мы добиваемся блеска с помощью полировальников. Выглаживаем поверхность до блеска. Полировку изделий мастера выполняют выборочно, оставляя матовый фон внутри черневого рисунка, тем самым делая его интереснее, контрастнее и богаче. С участка финишной полировки изделия выходят полностью готовыми. Вот так стараниями талантливых и усердных мастеров завода «Северная чернь» рождаются уникальные серебряные шедевры. Субтитры создавал DimaTorzok